Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, дети старше 16 лет. В эфире Финам.ФМ. Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у меня, кажется, у нас замечательная тема. Мы будем сегодня говорить об одежде. Так можно сказать, наверное? Об одежде. Ну и, в окрайном мире, все, что связано с этим. В заглавии нашей темы, точнее, нашей темы сегодня звучит так. Мы вынесли это в заглавии. Можно заработать на производстве одежды в России. Но и мы не будем, как всегда, смотреть на это слишком узко. Попытаемся объять необъятное, что называется. Тем более, что у меня в гостях сегодня я сейчас с удовольствием представляю. Две очаровательные гости. Это Дарья Разумихина, модельер. Добрый вечер, Даша. Добрый вечер. И это Анастасия Сартан, основательница проекта TrendsBrands.ru. Добрый вечер, Настя. Добрый вечер. Как вы себя чувствуете? Как дела? Как у вас настроение? Становится все лучше. Все лучше и лучше. Ну, понятно, да? С началом эфира я правильно понимаю? Да. Ну и славно. Ну и славно. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему сегодняшнему разговору, традиционно позвонив по телефону в студию. Телефон 6510996, код Москвы495. Или опубликовать свой вопрос на сайте finam.fm. Ну и давайте начнем наш сегодняшний разговор. Значит, еще раз я напомню, ну и для слушателей, наверное, прежде всего для моих сегодняшних гостей, о том, что мы говорим о бизнесе, о различных видах этого бизнеса, о том, как зарабатываются деньги. Иногда очень нелегко, как вот мы за эфиром сейчас обмолвились двумя словами с Настей. Она согласилась, она все дела грустная. Ну и еще и низкое давление, я так понимаю, как было объявлено, влияет. Еще плюс ко всему, да, я хочу напомнить, что в гостях сегодня две дамы, а это, да, Даша, это бизнес-леди. Вы чувствуете себя, кстати, бизнес-леди? Не, я не бизнес-леди. Вы не бизнес-леди. Но, тем не менее, давайте так. Ваша профессия, если позволите, да, называется моделье, как вы правильно меня поправили. Что в себя включает этот бизнес? И все-таки вы этим деньги зарабатываете, я правильно понимаю? Да. Ну, у меня маленький очень бизнес. Мы сами производим и сами продаем. Сами это означает... Сами выдумываем. Давайте отсюда начнем. Ну, сами выдумываем, понятно, да. А потом, соответственно, у меня есть небольшое количество партних, которые шьют контрольные образцы. И потом, соответственно, если у нас поступают какие-то более крупные заказы, мы их размещаем в разных небольших отелье или цехах. Как угодно. Все это происходит в Москве. Очень редко мы куда-то перемещаемся за ее пределы. Материалы мы используем все российские, покупаем их у российских производителей. Импортные используют, пожалуй, только трикотаж, сделанный в Турции. Все остальное у нас свое. Ну, и, соответственно, у нас свой собственный маленький магазинчик на винзаводе, Центр современного искусства, винзавод. И у нас свой, собственно, интернет-магазин, где мы тоже продаем наши вещи. И они продаются уже по всей стране, иногда по миру. Вот. Ну, вот, собственно... То есть, можно сказать, у вас полный цикл. У меня полный цикл, да. От замысла, как обычно говорят, да, до конечного потребителя. Да. Ну, и вот к этому я шла тоже очень долго, потому что, как бы, опыт показал, что проще это делать все самой. В смысле и производить, и придумывать, и продавать. Вот это интересно. А почему это проще? Потому что очень сложно иметь дело с байерами, с магазинами, с таможнями, с доставками и тому подобными промежуточными инстанциями. То есть, я правильно понимаю, вы сознательно сократили вот, ну, объем, если не персонала, то объем цепочек вот этих взаимодействий, да, которые осложняют жизнь. Да, да, ну, мы 6 лет, у нас был шоурум в Милане, и мы продавали через наших итальянских агентов по всему миру, доставляли в Японию, в Америку, в Австралию, в Гонконг и так далее, во все страны мира. Это было крайне утомительно, действительно уходило. А если о хорошем все-таки? Это хорошее. Во-первых, это было востребовано, я правильно понимаю? Да, это было востребовано, собственно, оно все время востребовано, просто такое количество, количество, скажем так, телодвижений, которые требуются, чтобы вот все это произвелось и попало там в Австралию, не стоит, что называется, КПД, то есть, короче, очень маленький оказывается, получается, что не имеет никакого смысла. Нерентабельно, можно так сказать? Ну, наверное, с точки зрения бизнеса, да, нерентабельно. Я вот как раз не бизнес-леди, поэтому вот через некоторое время стало ясно, что это смысла не имеет. Ну, в частности, потому что очень большие проблемы на этапе доставки и таможни происходят. Вот, а получалось, что зарабатывают только магазины, которые продают, у которых наценка там 200-300 процентов и так далее, а мы, так сказать, на своей стадии производства и переправки не зарабатываем практически ничего. Практически ничего не имеем. Поэтому мы все это прекратили и остановились вот на таком вот этом вот... Ну, сейчас как вы себя ощущаете? Сейчас я ощущаю самое главное, к чему я стремилась, я независимость ощущаю. Некая свобода, она, собственно, внутренняя, личностная или финансовая тоже в какой-то степени. Ну, внутренняя она как бы... Прежде всего. Прежде всего, и, соответственно, тоже финансовая, как бы время от времени тоже бывает. А то, что вы производите, можно назвать брендом? Брендом Дарья Разумихина. Ну, конечно. Конечно. Тогда, Настя, вопрос к тебе. Ну, понятно, да, что если говорить о том, что Даша, ну, наверное, да, сделаем акцент на этом, прежде всего производит, то ты занимаешься, соответственно, распространением, да, или сбытом. Продажей, да. Продажей. Вот специально для этого был придуман этот интернет-магазин. Расскажи в двух словах буквально. Ну, мы продаем, наверное, где-то сейчас порядка 10% от всех наших продаж это российские дизайнеры. Мы продаем не только их. А Даша есть там? Даша нет. Надо исправляться срочно. Обязательно. Мы продаем также свое собственное производство. Оно сделано Корейским бюро дизайна. То есть это нельзя сказать, что прям российский бренд, это какой-то российско-корейский бренд. Брендс-брендс. И много иностранных дизайнеров, в основном малоизвестных. Ну, вот наши... Подожди, то есть акцент именно на малоизвестных дизайнерах? Да. А где логика? Ну, я прошу прощения, я не особенно в этом деле искушен. И тем не менее, в моем понимании, бренд – это вот имя, прежде всего, да? Ну, Даша, поморщилась она сейчас. Извини, пожалуйста, я, может быть, еще раз повторю. Я, так сказать, реверанс сделал. Я не особенно искушен. Я вот на уровне обывателя рассуждаю. Бренд для меня, да? Я пришел в магазин, полупальто вот так, полу... Не полупальто через дефис, а полупальто. То есть, да, приоткрыл и смотрю, там, да, имя. Ну, наверное, нет смысла его произносить сейчас, тем более в присутствии непосредственно конкурентов. Ну, какой-нибудь, вот, там, дядька из Италии. Я говорю, вау! Да, дальше я посмотрю, дальше, вот в этой последовательности. Дальше я посмотрю на ценник. Если оба... Ну, и потом померю, наверняка. Если все это меня устроит, значит, я принимаю решение о торговом действии, да, неком. Ну, то есть, я к тому, опять, да, о чем заговорил-то. Бренд – это всегда какое-то звучное уже имя на слуху, там, на ушах. А ты говоришь, что ты занимаешься брендами, а бренды неизвестные. Где логика? Ну, поэтому нам все время приходится придумывать какие-то нестандартные пути, поскольку мы, можно сказать, первопроходцы в этом смысле. То есть, люди, которые покупают у нас одежду и когда спрашивают, что это за вещь, они называют наш бренд, а не тот бренд, который у них написан на ярлыке, потому что иногда его даже сложно прочитать. Он какой-нибудь там совсем молодой, китайский, корейский, скандинавский, что угодно. Мы посещаем с отделом закупок, наверное, там, порядка 12-15 выставок за год и везде вручную выбираем какие-то бренды, которые нам, кажется, наиболее соответствуют тенденциям сезона. Ну, тенденции... То есть, я понимаю, что выбор ваш связан именно с некими... Трендами. Правильно, да, в моде трендами. Не в трендами названий и фамилии, да, этого бренда. Но если говорить прямо так про бизнес-бизнес, мы покупаем тренд-репорты, которые нам говорят, что в этом сезоне... Что такое еще, тренд-репорты? Это набор картинок и текста, который составляет английское бюро и говорит, что вот в этом сезоне будет модная юбка, которая короткая спереди, длинная сзади. В этом случае ты доверяешь английскому бюро тогда? Их очень много там трендов, их все равно все не закупишь. После этого у нас происходит там раз в полгода некий брейнсторминг, как мы это называем, когда мы все вместе садимся и начинаем обдумывать и обсуждать, что из этих трендов будет действительно применимо в России, выбираем и дальше в системе закупок у нас есть специальная учетная система, где мы тегируем каждую закупленную вещь в соответствии с тем трендом, к которому она относится. Поэтому, как таковые бренды не важны, именно важны тренды, тенденции. Собственно, и подошли опять к названию твоей компании. Там еще Friends, да, как-то звучит? For Friends, да. То есть, если по-русски буквально перевести, то это будут тренды в брендах для друзей, да, что ли? Да. Первые два слова не переводятся, к сожалению. К сожалению. Такое часто бывает. Даш, как к брендам вообще относишь? Вот в таких глобальных словах. Ну, слово бренд, это означает просто торговая марка, не более того. То есть, бренд просто английское название. Как бутик в свое время, я узнал, да? Да, бутик, это у нас все французское слово. Да, и означает оно лавка, лавка, бутик, боже мой. Бутик, это киоск такой небольшой. Ну, или киоск, ну, лавку вот я где-то увидел, буквальный перевод. А до этого, да, бутик, это что-то, причем вот с прононсом еще надо сказать. Нет, ну, и слово магазин, и слово бутик французского происхождения, вот, а слово и тренд, и бренд английский, а у нас раньше использовалось тенденции, это из французского, вот. Бренд, это марка тоже из французского, то есть, раньше у нас были модно-французские слова, точнее, французского происхождения, а теперь слова английского происхождения звучат круче, очевидно. Видимо, да. И непонятно, главное. Кстати, в этом тоже есть тренд. Да, в этом есть, собственно, тренд и заключается в том, что теперь мы используем все английское. Да, американизмы. Уважаемые дамы, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, в этом тоже есть тренд, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Напомню, в эфире Финам.ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мы обсуждаем с вами вопросы, связанные с одеждой, собственно, производством, распространением, конечной продажей. Напомню, в гостях у меня две очаровательные дамы. Это Дарья Разумихина, модельер и Анастасия Сартан, основатель проекта trendsbrands.ru. Ну и friends там где-то внутри, как только что выяснилось. Ну, на самом деле, слово friends, оно теплое. Оно теплое. Я зашел на сайт на то и посмотрел, оно где-то там внутри, немножко не очень, ну, мне показалось, не очень хорошо читаемо. Ну, в принципе, да, когда мы friends видим, сразу как-то, хоть это и не по-русски. Кстати, об этом тренде мы как раз заговорили перед тем, как уйти на новости. Действительно, есть некий, я бы сказал, вот такой отрицательный, да, с точки зрения трейдинга, нисходящий тренд, мы все время стремимся все наши, да, действия, все наши мысли заменить непонятными словами, на первые. Но, с другой стороны, чего же, так устоялось уже. Уважаемые гости, значит, я хотел бы вот о чем сейчас с вами поговорить. Как приходят в эту профессию? Ну, то есть, я имею в виду вот это профессиональные составляющие. Где-то надо отучиться, надо что-то попробовать, может быть, какой-то опыт. Опять мы за эфиром поговорили, Даша, оказывается, кандидат филологических наук. Ну, все приходят по-разному. Согласен, согласен, у всех разные жизненные пути, и тем не менее, вот с точки зрения профессии. Ну, среди модельеров есть те, которые закончили самые престижные учебные заведения, а есть те, которые не учились нигде. Престижные учебные заведения в мире, это школа Сан-Мартинс в Лондоне. А, даже в мире. Да, это... У нас есть в России что-то, аналоги какие-то? У нас в России есть текстильный институт имени Косыгина. Ну, прекрасно звучит, кстати. Да, вообще отлично. Вот, сейчас их объединили там в один университет. У нас есть лаборатория Зайцева, у нас есть теперь британская высшая школа дизайна, где тоже неплохо учат. То есть, у нас тоже есть учебные заведения, и количество, так сказать, выпускников растет ежегодно. Вот. В мире тоже есть там десяток вполне приличных школ, но также есть масса самых знаменитых дизайнеров, которые никогда нигде не обучались, и более того, там, презирают образование в этой сфере. В этой сфере, я думаю, в корню они... Да, да, вот как-то Вивьен Виствуд очень любит там презирать, ну, и тому подобное. Ну, есть, да, известные там рассказывают. По-моему, Дюпардье спрашивают, да, какую книжку ты последний раз прочитал, он что-то такое сказал, что я книжек в принципе не читаю. Да, зачем они ему... Да, да, ну, это исключение, мне кажется, да, если уже говорить, вот, вспомнил я о Дюпардье, он просто от природы, что называется. А фактура у него там, что-то внутри, снаружи. Ну, среди самых знаменитых модельеров, которые есть сейчас, там половина, скажем так, самоучки нигде не учились, и действительно, в общем, по большому счету... Но они успешны в бизнесе? Да. Они успешны. Конечно. А что их привело к успеху, если они даже... Ну, предмет-то не... Вот мне сложно, да, я занимаюсь несколько другими вещами, ну, в частности, финансами, и мне сложно представить, что... Ну, такого предмета вообще нет, как такового. Вас могут научить шить и кроить. Ну, то есть, опять же, техническая сторона вопроса, но научить придумывать, и тем более талантливо, очень сложно. Ну, хорошо, а есть художественные некие школы? Да, вот есть художественные школы, вас могут научить рисовать. Вот у нас, как раз в нашей стране, вот текстильные вузы и так далее, они очень хорошо готовят иллюстраторов, сказали бы, на Западе. Они очень красивые, красить картинки, рисовать. А если ты у них спросишь, как вот в это пластье попасть или где-то там пришить молнию, они обычно студенты, которые ко мне стремятся всегда на практику, бывают просто в тупике, потому что их этому не учат там. Ну, им это и не надо, я так думаю. Ну, как не надо? Надо? А как? Если вы не продумали, как платье можно надеть, то какой смысл его рисовать, на мой взгляд? Очень логично, да, что-то я сейчас... Вот, то есть я как-то с этим не согласна. Ну, так или иначе, это всё дело... То есть платье просто как некое художественное произведение, да, непрактичное. То есть не надеть, не снять его невозможно, но... Ну, у всех по-разному. Я вот как бы ни на кого не работаю, поэтому мне не нужны красивые иллюстрации никому показывать. Я своим партнихам просто рисую количество там сантиметров и миллиметров, которые мне нужны там в определённом месте, чтобы получилась определённая вещь. И мне не нужны никакие красивые картинки и образ, потому что их это не интересует. Их интересует, какой длины будет такой-то шов, какой длины рукав и какая будет ширина плеча. Ну, это уже специфика. Да, это так называемый технический рисунок, которым опять же учат, как его рисовать. Ну, это уже как любая техническая там какая-то схема, да. Также и одежда может быть схематически изображена на бумаге, да, и, соответственно, её... Конечно, в итоге всё равно это в производство, да, это же не эксклюзивные какие-то вещи, вручную вышитые. Ну, у нас есть и такие, и такие. Ну, это понятно, но тем не менее... Ну, по-разному, одежда ещё может быть изготовлена с помощью способа, так называемого, воноколки. Это когда перед вами стоит манекен или живой человек, и на нём просто драпируется ткань, закалывается булавочками, а потом сшивается, да. Это больно, это больно. Ну, человека стараются не впекать при этом, да. А, всё-таки, слава богу. Это специфика такая, да, специфика. Ещё один вопрос. Значит, есть действительно, да, и теперь я прекрасно это знаю, есть и в России, и за рубежом те или иные учебные, которые профессию дадут просто, да? Да. И профессию не только как такового модельера, ещё есть профессия менеджера в сфере моды всевозможных, а там их много разных, есть стилисты, есть байеры, есть вот как раз занимающиеся мерчендайзингом, такое модное слово и так далее. Это из того же тренда, кстати. Да, 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 это вот действительно не переводится. Вот, ну и так далее. То есть существует масса профессий, которым тоже готовят. И у нас, кстати, тоже готовят. Менеджмент в сфере моды это называется. Ну, и так лучше. Да. Так лучше. Да, да. По крайней мере, ухо ласкает. Вот, и вот как раз готовят бизнесменов, которые более-менее разбираются в вопросе, да, и они в состоянии, допустим, организовать производство и продажу какого-то модного бренда. Тут вот не нужно как бы ходить далеко за примерами. Совершенно люди из одной области могут вдруг в один прекрасный день сказать, а теперь я буду делать одежду. И у них все прекрасно получается. И стол магазинов по всей стране. И одежду все покупают с лету. А до этого чем они занимались? А до этого они продавали йогурты и соки. Ага. Вот. Так что и прекрасно берется та же команда. И она раньше продавала йогурты и соки. А теперь она будет продавать юбки и маечки. И все отлично. И наконец-то расцвела в улыбке Настя. У нее поднялось давление. Я вижу это. У нее зарозовелось щеки. Настя просто знает, о каком бренде идет. Безусловно. У них был, между прочим, непростой тернистый путь. Нормально, нормально. Но это не в обиду же было сказано. Не, не, я ничего. Наоборот, это конкретный пример. Во-первых, еще раз говорю, мне важно, что ты заулыбалась. Это уже хорошо. Все остальное не имеет значения практически. А теперь давай, по какому поводу ты заулыбалась? Потому что я так понимаю, Даша так плавно на тебя стрелку перевела. Ну, это не... Ну, и не столько на тебя, сколько... Я не виновата, скажем так. Нет, ну, вообще, тема молодых российских дизайнеров, мы их очень любим и постоянно сталкиваемся в связи с этим с много какими-то разного сорта проблем. Например, что они, да, не знают, как правильно пришить молнию. Поэтому нам нужно тщательно проверять все, что мы берем в продажу. Или они вообще не знают, что такое менеджер. Поэтому сами пытаются и сшить, и продать, и все. И это, конечно же, тоже тяжело. Подожди, ты им помогаешь, да? Ты берешь на себя, да, задачу, где пришить молнию? Не совсем. Мы делаем часто где-то, наверное, раз в полгода конкурсы молодых российских дизайнеров. Вот сейчас сделали еще совместно с таким хорошим еженедельным журналом модным. Тогда мы делаем все от и до, нанимаем там конструкторов и так далее. А так у нас вот есть проект Супермаркет, куда мы берем российских дизайнеров, те, которые проходят у нас модерацию, которые нам нравятся. И дальше мы им обеспечиваем доставку по всей России. Хороший выкладок на сайте, маркетинг, пиар, социальные медиа и так далее, и так далее. И на что многие инвесторы говорят, о боже, это же прекрасно, их так много, и можно построить некий аналог Etsy, и никто даже не понимает, что это невозможно. Поскольку... Шифруй только аналог чего? Etsy это интернет-магазин зарубежный, который собирает тысячи, десятки тысяч рукодельников в Америке, ну и по всему миру. Там кто-то делает воротнички, кто-то свечки, и все, соответственно, сами доставляют. У нас, к сожалению, это невозможно, поскольку, чтобы дизайнер следил за тем, что у него есть в наличии, и если он именно эти товары дал возможность продавать какому-то другому ресурсу, и к нему придет подружка, он продаст ей, забудет это убрать из какого-то Excel-файлика, отдаст, остатки не будут совпадать. Подожди, а если вот он договорился с интернет-ресурсом, он не имеет права подружки уже продать, правильно, без него, без участия интернет-ресурсов? Ну, окей, не имеет права. Дальше что, если он это сделал? Суд? Суд, да. Ну, понятно, что как бы это... А речь идет о том, что вы не выкупаете, получается, эти вещи. У нас... То есть, если вы их выкупаете, они лежат у вас на складе, соответственно, никто ничего сделать не может. А зарубежный аналог выкупает ее? Нет, зарубежный аналог как раз-таки они сами доставляют, все, кто производит. Мы выкупаем только те бренды, которые прожили с нами несколько сезонов, и мы уверены в их продажах. Вот. И российских дизайнеров, в принципе, всевозможные российские магазины, порталы и так далее. Не хотят выкупать, а берут на так называемую реализацию. Мне знакомо это, да? Вам это знакомо, да. И, соответственно, вот мне лично это вообще неинтересно, потому что... Гарантии никаких, да? Мы не можем давать кому-то наши вещи, где они там находятся полгода в неизвестном, потом нам их возвращают или не возвращают, и очень трудно обычно их получить назад, поэтому мы, например, этого не делаем. А в нашей стране все наши магазины, даже мы не про интернет будем говорить, ресурсы, а именно магазины, они привыкли с российскими дизайнерами, со слонерами, только на основе реализации. То есть особо не... Ну, потому что российский дизайнер вообще не человек, да, и, соответственно, с ним можно... Ужас какой! Да, именно так себя вести. Кошмар. Ну, тут есть, естественно, этому всему разумное объяснение. Да, с той стороны. Давай, давай, объясни. Прежде чем тратить бюджеты на выкуп российских дизайнеров, нужно быть уверенными в том, что они смогут осуществить поставку в срок. Если поставка даже пять дней задержки, это наносит огромный урон бизнесу, который поставлен на поток. Поскольку большую часть коллекции или какую-то часть коллекции, которая запланирована на определенный оборот, приходится продавать уже со скидками тогда, когда они начались. Поэтому у нас есть четко выстроенная структура, что мы сначала проверяем дизайнера, берем его вечно реализацию российского. Насколько он укладывается, да? Насколько они хорошо продаются, делаем, да, работаем с ними по системе отзывов, там, неких фидбэков, говорим, что вот так и так, тут поправь, тут исправь. И потом, если это все растет и количество заказов растет и так далее... Настя, извини, пожалуйста, не хочется переходить на личности, конечно, да? Так. Но, тем не менее, вот... Ну, не от Насти лично, да, а от подобного предприятия, не Дарье лично, а ее коллеге-дизайнеру-модельеру поступило предложение. Здесь поправь, здесь исправь. Но мы говорим про молодых дизайнеров, я лично... Я не говорю, я не перехожу на личности. Нет, ну, вы знаете, у нас как бывает, у нас, например, вот буквально неделю назад пришла байер, этот закупщик из магазина, владелец магазина, то есть ей все у меня очень нравится, мы уже сотрудничали, ей что-то хочется, не то, что поправь и справь. Нет, она как раз выкупает, поэтому мы с ней сотрудничаем, но просто она хочет вещи, которых нет ни у кого, и я вот с ней сижу, и мы решаем, что она хочет эти юбки, допустим, но из другой ткани, да? Мы ей делаем такие же, но красные, или такие же, но... С перламутровыми публицами. Да, в крапинку, да. И я тоже знаю, что такие юбки будут около нее, у нее, только в магазине, и, соответственно, она их может поставить в любую цену, покупатель не сможет зайти ко мне в мой интернет-магазин и убедиться, что у меня дешевле. Вот, поэтому меня это устраивает, потому что наценка во всех этих магазинах минимум 100%, а у некоторых 150%, а у некоторых 200%. Соответственно, если моя юбка у меня стоит 7000, она попадает там в магазин цветной, по цене совершенно несусветной, на мой взгляд, которую никто не купит. Ну, а вот, кстати, ты можешь в этой ситуации, да, вот этот маркетинг каким-то образом регулировать, потому что, понятно, ты тоже заинтересована в продаже. Да, но это речь идет о том, чтобы я повысила свои цены до такой же цены, как в этом магазине. Мне это неинтересно, у меня таких миллионеров не покупают. Ну да, и потом это теряет смысл, мы же на рынке в конце концов, да, а рынок это прежде всего конкуренция. Ну вот и возвращается все на круги своя. И в результате ты с этим магазином расстаешься? Ну да. Или пытаешься все-таки, насколько они вразумительны, объясните ему, ребят, ну нельзя так торговать-то, вы же ставите. Нет, ну а им что, им интересно, когда наценка 150 или 170 процентов, а иначе им это нет смысла. У меня есть две вещи, что сказать на это все. Ты знаешь, я с удовольствием выслушаю, мы все с удовольствием выслушаем обе вещи, а может даже еще какая-нибудь в голову тебе придет, я уверен в этом, но сейчас мы также не без удовольствия послушаем новости на Финам.фм, потом продолжим. Итак, продолжаем бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем вопросы, связанные с производством и сбытом, правильно? Какое-то слово дурацкое. Как правильно сказать? Продажей. Продажей, да, с производством и продажей одежды в России все-таки я хотел бы подчеркнуть, потому что нас все время, когда мы обсуждаем бизнес в России, вот специфика интересует, она есть, да, Даш? Она есть, как ни крути. Ну, конечно. Чем бы мы ни занимались, все равно, да, вот этот здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Давайте мы сейчас как раз об этом и поговорим. Я еще раз напомню для наших слушателей, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, вы сможете позвонить и задать вопрос моим сегодняшним гостям, либо это сделать на сайте финам.фм. Напомню, с удовольствием я это делаю каждый раз. В гостях сегодня Дарья Разумихина, модельер, и Анастасия Сартан, основатель проекта TrendsBrends.ru. Ну что ж, Настя, давай о специфике. Две вещи. Две, да, да, сори, сори, да, у тебя заготовлены две. Да, затронули тему о том, что мы как продавцы можем говорить дизайнерам о том, что исправь здесь, исправь там. В принципе, эта история честная и правильная и практикуется часто не только с российскими дизайнерами. Если мы берем какую-то марку, берем ее на эксклюзиве или берем ее с большим оборотом, неважно, итальянская, она французская и так далее, это взаимовыгодное сотрудничество. Любой бренд, если мы его хорошо продаем, будет слушать наши советы, что с этим нужно сделать. И я знаю, там много примеров самых каких-то именитых брендов, что они тоже на это идут. В этом есть логика опять, да, извини, пожалуйста, я представлю, если ты работаешь с западным брендом и говоришь в конечном итоге, пуговицу перешейте, там, я не знаю, сантиметр выше, ниже, лево-вправо. Ты имеешь право на это пойти, потому что ты же, да, специфика России, ты же здесь продаешь в конце. Не, ну вот мои итальянские агенты, когда мы сотрудничали, они всегда, они в начале вообще первой коллекции приезжали сюда в Россию на этапе подготовки и говорили, вот мы хотим эту жену короче, мы хотим эту жену изо льна и так далее. И плюс у нас все магазины имели право там поменять, сказать, я хочу черное на черном кружево, белое на зеленом, ну и так далее. И мы это всегда делали, потому что каждый бутик там во всех странах мира стремился, чтобы у него было что-то, чего нет у других, то есть они практически сами там модифицировали мои модели. Мне всегда было не жалко это делать, но иногда получалось ужасно. Но это ты как творческий человек уже рассуждаешь. Нет, ну как, они, например, один раз попросили там вот всю коллекцию, которая у меня была из там, не знаю, из мышиной ткани, да, там серого цвета попросить или ее все сделать из хаки, потому что у них там был какой-то тренд в их магазине, и это все было ужасно, на мой взгляд, да. Вот ты закрываешь глаза, да? Не, ну как, это как раз вот тот случай, они как раз деньги платят, они на реализацию берут, поэтому что хотят, пусть то и продают. Держите свои хаки. Да, держите. Все должно быть в рамках, ну чем старше бизнес, тем больше он понимает свою целевую аудиторию, тем проще им диктовать или говорить, или советовать. Да, есть моральное, я бы даже сказал, какое-то другое право вот таким образом, да, рассуждать. Это первый момент. А второй, чего у тебя? Второй момент, это по поводу реализации, там упомянутых каких-то плохих опытов у Дарьи. Ну вот здесь, как я вижу, что проблема того, что компании, которые занимаются этим на рынке, это скорее зачастую оказывается хобби, чем реальные бизнесы. Если это реальный бизнес, и он построен на том, чтобы брать вещи на реализацию, он будет их продавать и брать, и опять-таки выстраивать там учетную систему таким образом, чтобы дизайнеры были довольны. Сейчас, к сожалению, это не всегда происходит так, поэтому нам приходится сталкиваться часто с каким-то острым негативом. Ну то есть я так понимаю, да, что если, ребята, ну кто-то пришел работать, да, то он в конечном итоге выстроит, да, вот это вот взаимодействие, как некую бизнес-модель, потому что он заинтересован в продаже. Он берет вещи, чтобы их продать, а не чтобы у него был магазин, в котором набиты вещи, и так, чтобы пришли журналисты, взяли у него интервью, и он сдал. Да, смотрите, я какой крутой. А большинство именно так, вот как вы говорите, себя ведет. Боже мой. А чем же они живут-то тогда? Ну, конечно, некорректный вопрос. Некорректный, да. Ну хорошо, ладно. Не будем на него ответить. Некорректный. Некорректный. То есть это такая развлекалочка, да? А дай-ка у меня еще магазин с одеждой. Некорректный способ попасть на последние страницы глянцевых журналов в... Как это называется, где все... Светскую хронику. Светскую хронику, да. В частности, да. Добавно. Ну, кстати, тоже тренд, видимо. Такой большой, да. Так, хорошо. Продолжим наш разговор. Теперь с какой точки зрения. Мне очень интересно ваше мнение по поводу того, насколько рынок насыщен. Вот, Даша, ты как бренд, как дизайнер, как модельер, как ты чувствуешь себя? Ну, рынок насыщен, конечно, да. Рынок насыщен, может быть, даже перенасыщен, но не знаю, насколько там рынок насыщен, скажем так, недорогой, красивой одеждой. Скорее, она вся слишком дорогая, на мой взгляд. Или слишком некрасивая. Или слишком некрасивая, если дешевая и так далее. Ну, это уже такой вопрос воспитания вкуса, в частности, у населения. А это медленно происходит и поэтапно. Вот. Ну, людям тяжело. Кстати, с оптимизмом смотришь вот в этом направлении. Ну, в направлении вкуса, да, формирования. Ну, в принципе, люди стали все больше и лучше одеваться. Так что... Не надо, пожалуйста, этих сомнительных цитат в нашем эфире. Ну, так или иначе, люди стали лучше одеваться. Причем не больше лучше, а более лучше. Ну, в общем, да. Оригинал так говорил. В общем, лучше стали одеваться. Да, действительно, все больше людей одеток со вкусом. Но так или иначе, все больше людей, получающих очень мало для того, чтобы одеваться со вкусом. Одевающих так или иначе, там, на рынках. Во что получилось. И этих людей все равно намного больше. А вот теперь у меня такой вопрос. Причем вопрос, я бы так сказал, жизненный. Не далее, как вчера, я столкнулся, ну, даже не с этой проблемой, а, по крайней мере, вот, с... Мне нужно было дать ответ на этот вопрос. Рынок. Вот в плохом смысле этого слова. Не будем называть его по фамилии. Тем более того самого главного уже нет. Но хотя он все равно есть, потому что он распространился где-то там. И, я не знаю, там, опять не знаю, не хочу никого обидеть, насколько корректно взять бутик в Петровском пассаже, например, или в ЦУМе. Тоже смешно. Смешно-то. Вот. Две юбки, которые продаются на первой торговой площадке и на второй. Они одного производителя? Ну, или так, давайте так. Они могут быть одного производителя? Я считаю, что это все байки. Байки? Да. Ну, как бы мне приходилось много иметь дело с Китаем, и все эти истории про вторую смену или про какую-то заднюю дверь, откуда это все выносят, это пиар-ход, придуманный людьми, которые продают фейк. Фейк это? Подделки. И, опять-таки, тоже хотела добавить к вопросу о том, что некоторые люди получают мало, и поэтому им приходится одеваться на рынке. У нас, слава богу, все больше и больше распространяется тема винтажа и секонд-хендов. Секонд-хендинг. Секонд-хенды у нас распространяются все больше? Их становится больше, да. Если посмотреть по статистике, их становится больше. И стоковые магазины тоже. И стоковые магазины, да. Но вот на каких-нибудь уделках или какой-нибудь платформе Марк, которые выглядят довольно-таки жутко и страшно. Адреса какие-то называешь? Уделки или платформы? Удельный рынок, это в Питере такой, где бабушки около рельсов стелят покрывал и на них выкладывают какие-то свои старые вещи. Там можно одеться гораздо дешевле, чем на рынке и выглядеть при этом модно. Это вопрос все вкуса, о том, что может это получиться или нет. Но бабушки продают уже ношные вещи? Да, их лучше постирать. Спасибо, что предупредила. Я собрался. И тем не менее, смотрите, вот вчера я слышал эту фразу. Куда поехать там за покупкой какой-то одежды? Можно на рынок? Ну это совсем уже. Ну что? Давай поедем. Ну, про цунг я, конечно, так сказать. Замахнулся. Ну, обычно, я сейчас много в этих молов за МКАДом, внутри МКАДа, там у каждого метро одно и то же продается. И фраза такая. Ну, понятно, что все равно те, кто торгует в молах в этих, они покупают на этом же рынке, а потом везут и ставят чуть дороже, потому что надо аренду отбивать. Это правда. Нежели в самом центре Москвы, да. В этом смысле мы рынок, ну, не будем называть его по имени, рынок мы реабилитировали. Там может быть приличная одежда. Ну, везде может быть приличная одежда, так же, как и в секонд-хенде, и в магазине, ну, то, что раньше было комиссионка, да, называется, и сейчас есть тоже такие комиссионки. И, соответственно, в принципе, на любой, да, кошелек найден, можно купить вещи со вкусом совершенно правильно. Вплоть до вот этих секонд-хендах можно за 100 рублей выловить что-нибудь самое невероятное. Ну, этому надо посвятить массу времени и так далее. Ну, просто сейчас, как вы говорите правильно, рынок насыщен, и вариантов, где купить и что купить, их миллион. Вот, начиная от рынков всевозможных до торговых центров, до интернет-магазинов. И вот у нас как раз вот по интернету заказывают люди из самых разных городов страны, которые там сидят, я не знаю, в Сургуте, в Нижней Тагиле и так далее. Но они-то заказывают, они же хотят именно твое произведение, правильно? Да, вот у них его нету в городе, поэтому они заказывают его у нас, и мы присылаем. То есть я к тому, что сейчас, имея вообще, ну, в общем, желание, можно одеться действительно как угодно и красиво или некрасиво, но, да, вкус воспитывается потихоньку. Все равно большинство людей ведет себя стандартно. То есть вот у него там три тысячи на одежду, и он пойдет на обычный какой-то рынок и купит себе обычную пуховку с обычными джинсами. Я сейчас крамольную вещь скажу, у меня не три тысячи на одежду, у меня чуть больше. Я не пойду, я сейчас рассуждаю просто, да, я не хочу идти на рынок, на барахолку, как вы называете, а я пойду в приличный магазин. И там ценник, ну, примерно на то же самое, да, пусть будет в раз больше, в разы, как там правильно по-русски сказать. В несколько раз. В несколько раз больше, хорошо. У меня есть гарантия, что я куплю то, что действительно реально стоит в несколько раз больше, а не то, что я мог бы легко купить за три тысячи. В России все стоит несколько дороже импортное, под связи с тем, что у нас большие таможенные пошлины на ввоз и импортных товаров. Поэтому аналогичные вещи в том же самом магазине за рубежом будут стоить дешевле. Просто потому, что наши магазины вынуждены платить эту пошлину. И, соответственно, практически любые импортные товары здесь дороже, нежели там. Я не говорю даже уже ни про какие наценки. Это просто уже так, вот так и все. Поэтому, конечно, российские граждане, оказавшись за границей, радостно, значит, там все скупают. И все уже привыкли, что самые богатые русские, потому что в России все это дороже, а не дешевле. То есть, да, такая неожиданная связь. Самые богатые русские, потому что в России все дороже, Настя. Да. Я вот хотел бы от тебя услышать, да, успокоительную фразу какую-то, что я пришел и купил то, что там написано, а не то, что было перепродано, перекуплено на рынке. Я могу только так логическую цепочку построить, что раз этот магазин в торговом центре, если это сетевой магазин, это значит, что у них налажены все процессы. Если у них налажены все процессы, это значит, что… Сразу видно, да, вот человек бизнесом занимается. Процесс отслеживания качества, там, выбороковки, отслеживания производства, он тоже должен налажен быть, по идее, лучше. Извини, пожалуйста, и левый никакой товар туда не попадает к ним, да? Ну, левый я в кавычках поставлю. Но, опять-таки, если строить логическую цепочку, то обычно таким магазинам гораздо выгоднее продать вещь так, чтобы покупатель потом вернулся. Чем продать ее так, чтобы он ушел и срубить с этого какую-то маржу единоразово. Сейчас все же нет. Но магазин магазин урозен. Если написано в магазине Дольче Габбана, фирменном, там, в Столешниковой империулке написано Дольче Габбана, то это будете уверены, там Дольче Габбан. А если вы пришли на рынок в ЦСКА, и там Дольче Габбан, то как вам уже нравится, можете относиться к этому товару. Хотя он может ничем не отличаться от того, что в этом. Можете туда и туда сходить проверить. Да, и сравнить. И быть именно вот этим, да? Да, и так многие делают. Ну так, чтобы он ничем не отличается, это редко бывает. Это может быть либо сток какой-нибудь там 97-го года. А суть, извини, пожалуйста, а суть стока все-таки в чем? Что там... Не продано было. Не продано, да? И потом свезли туда, да. Там какие-то неходовые размеры, да? Ну или просто лишнего произвели. Ну, а обычный процент... Брака? Нет, количество товара, которое продается до сезона распродаж... А, после сезона уже, да? Идеальный процент, вот прям идеально считается по рынку, что это 70%. Соответственно, сезон распродаж продается еще сколько-то. Я понимаю, что цифры это твое все. Сейчас слушаем новость. Итак, друзья мои, мы продолжаем, а точнее уже заканчивать скоро будем наш сегодняшний эфир. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И, собственно, наш разговор сегодня касается моды. О, как неожиданно я. Моды касаются, оказывается. Мы говорим сегодня о бизнесе в сфере производства и продажи одежды в России. И еще раз я напомню моих сегодняшних гостей, точнее очаровательных гостей. Это Дарья Разумихина, модельер и Анастасия Сартан, основатель на стопроекта trendsbrands.ru Насколько наша сегодняшняя тема, что-то так меня неожиданно тут, да, в сторону уклонила, она вообще имеет отношение к моде. Связаны они, Даша? Ну, конечно. То есть дизайнеры, модельеры, такие, как я, думают, что делают модную одежду. То есть каждый из нас предлагает... Ты сейчас как-то с иронией все это? Нет, я совершенно серьезно. То есть смысл в том, что я считаю, что я делаю модную одежду, я предлагаю людям то, что мне кажется будет модным, на следующий сезон, на этот и так далее. А у тебя откуда мысли, что это будет модно в следующем сезоне? Вот у меня мысли, ну, мои собственные. Плюс существуют вот эти так называемые прогнозы, да, которые делают специально обоченные люди. Они нам говорят, вот в следующем сезоне будет яркие цвета, ярко-красный, ярко-синий, яркий. Эти люди тоже модельеры чаще всего по образованию, стилисты. Они все там, они в основном в Англии, в Голландии, во Франции. Они выпускают журналы, они выпускают вот такие вот карточки красивые, которые на специализированных выставках люди могут взять или купить журналы. То есть можно сказать, что основные тенденции в мире моды? Более-менее известны. Нет, именно они заправляют этими, они определяют эти тенденции. Нет, потому что они тоже ориентируются на нас, на модельеров. И модельеры, в свою очередь, тоже являются теми, кто создает тренды или тенденции. То есть они делают обзор того, что сделали уже дизайнеры, да, выбирают лучше и считают, а вот нам кажется, что вот это из того, что придумали дизайнеры, пойдет дальше. А вот это уже прошло. Но очень часто они ошибаются. Ну, не знаю, какой-нибудь самый неожиданный тренд, да, тенденция, например, не знаю, прозрачные кофточки. Все говорят, все, это уже вот один сезон прошло, больше не будет. А они все держатся и держатся. Или там в какой-то стране может продолжать держаться, там, я не знаю, леопардовый принт. Принт это? Принт это набивной рисунок. Вот. Девушки в леопардах, да, все ходят и ходят, ходят и ходят. И ничего их не волнует, никакие тренды и тенденции. Ну, например, да, а в какой-то стране леопарды никого не интересуют. То есть, опять же, это во всех по-разному. И вот эти люди, которые составляют вот эти прогнозы, да, по странам, они тоже дифференцируют. То есть разные прогнозы для разных рынков существуют. А вот, кстати, извини, хороший пример с леопардовыми девушками. Леопардовыми девушками, да. Я просто частенько их встречаю на улицах, да. Вот мне интересно, ты говоришь, ну, предположим, в одной стране, да, леопардовые девушки ходят и ходят, и ходят, и ничто их с дороги не свернет. А в другой они там прошли и исчезли. Да, и ушли, да. Вот с чем связано то, что в одной стране они долго себя чувствуют? Ну, с национальным менталитетом. Такие ментальность, да, здесь есть? Вот, например, прогноз на Лондон очень сильно отличается там по прогнозу на Париж или на Токио. Настолько вот прям пишут в Токио самые популярные там, я не знаю, колготки в сеточку, юбки-пачки и кепки кожаные. А в Лондоне фиолетовый цвет, синие там юбки в пол, ну и так далее. Это совершенно разные вещи. Это все в рамках общих тенденций, которые определяют вот эти вот основные выставки, основные модельеры мира, да, вот их там сотня, допустим, да, на которые все ориентируются. Самые известные бренды, которые все знают. Вот я отношусь к дизайнерам, которые формируют вот эти самые тренды и тенденции, за мной тоже следят. Я как бы всегда формирую тенденцию, связанную с этно, костюмом, с этно-модой. Таких дизайнеров не так много, и на нас все равно все смотрят. Ну, это обязательно, ну, или прежде всего это будет российская подоплека, вот. Нет, нет, у меня нет, у меня самые разные, может быть, да, там, я так использую вообще этнические мотивы. Но я это все равно делаю в рамках существующих тенденций, я, по крайней мере, соблюдаю всегда цвета, материалы и так далее. То есть я не буду делать едко-желтую коллекцию, когда в моде, там, я не знаю, фиолетовый с синим, ну и так далее. Ну, так если совсем просто говорить. Вот, я, там, никогда не следую тенденциям, допустим, мне не нравятся мини-юбки. И сколько бы мне их не предлагали в качестве тренда, я их не буду делать. Ну, мне очень нравятся мини-юбки. Я буду производитель крупной одежды масс-маркета, да, для народа, там, я не знаю, я буду делать то, что положено в рамках тенденции, то, что меня попросят. Диктовать уже, да? И в том числе мини-юбки и вообще все, что мне скажут. Ну, я, слава богу, работаю сама на себя и могу позволить делать то, что мне нравится и то, что я знаю, у меня покупают. Вот. Я понял. Так, а с точки зрения сбыта, продажи, как мода, мода, как она влияет? Вот, что ты отбираешь, что ты считаешь модой, у него тоже обращаешься каким-то, да, ответственным? Ну, да, я уже упомянула, в принципе, здесь основная особенность в том, что мы смотрим на тенденции, как и сезоны, на которые закупаем, там, закупки обычно бывают где-то за полгода, за 8 месяцев до, так и на прошлые сезоны, потому что очень часто тенденции остаются и не меняются, а в России мы еще часто... Вот, в самом начале ты говорил, да, что ты ориентируешься на некие бренды, но при этом это будут пока еще малоизвестные дизайнеры и модельеры, да? Вот здесь тоже надо понять, ну, может быть, ты сама, да, ориентируешься на некие модные тенденции и выбираешь тех дизайнеров, которые в эти тенденции вписываются или наблюдаются, да? Конечно, абсолютно точно. То есть, как я уже говорил, у нас есть система закупок, в которой мы сначала выбираем тенденции, а потом под них уже закупаем все бренды. Но если вот сказать совсем по-русски, то Настя нашла свой стиль своего вот этого ресурса, бизнеса, да, и ее стиль заключается именно в этом, и она выбирает в соответствии вот с ее вкусом там или вкусом ее команды, да, вещи, соответствующие вот этому стилю в соответствии с тенденциями. Но это на самом деле совсем неправильно, потому что это вот прям вот плохое сказать про байера можно, про закупщика, когда он выбирает в соответствии со своим вкусом. То есть для нас это аналитика... Байер это кто? Закупщик. Закупщик. Аналитика, математика, мы смотрим все там сводки по наших прошлых сезонам, понимаем, сколько чего нам нужно купить, дальше смотрим репортты по тенденциям. То есть вы вообще не берете то, что вам нравится? У нас побольше, чем у всех остальных, есть некий процент того, что мы можем закладывать именно в творчество, но с ростом бизнеса он снижается. Ну тогда, значит, получается, у вас нет никакого стиля. У нас есть стиль, исходя из того, какие мы выбираем тренды и тенденции, и он формируется совместно с нашей целевой аудиторией. Там сказать про нас, что... Ну, в общем, стиль такой ярко выраженный, это европейская молодежь, это какие-то прям веселые яркие цвета, все то, что носят модники, и именно модники такие, как в Европе. То есть мы хотим, чтобы копировали не некий такой глянцевый фэшн или то, как надевается у нас эстрада на Первом канале, а так, чтобы... Ой, великолепно, она все время блестящая такая. Да, вся в сказах. Глаз радует, глаз радует. А то, чтобы это был такой стрит-стайл, так, чтобы люди могли выражать именно то, что они из себя представляют. Ну вот это я и называю стилем. Даша, Даша, подожди, а, кстати, почему как-нибудь не повлияет, или они слишком крутые вот на этих ребят, ну, на каналах, которые блестят все время и по делу, и не в делу? Ну, там такой у них стиль. У них такой стиль. Да, да. То есть они сами-то нормальные, да? Ну, такие они сами, я не знаю. Ну, в том плане, что в жизни они одеваются... Не знаю я, как они в жизни одеваются, да. С чем это связано? Думаю, так и одеваются, блестящие с леопардом. Забавно. А иначе как, их заметить? Ну, по телевизору-то их легко заметить, в конце концов. Настя, в чем проблема? Почему они так одеваются? Они не читают модных журналов, может быть? Наверняка читают. Ну, у меня есть только субъективный взгляд. Ну, это естественно. На мой субъективный взгляд, это любой человек одевается так, что это отражает его внутренний мир. Браво. Соответственно, что, может быть, у поп-звезд он какой-то особенный. Нет, ну как, одежда, самый первый способ самовыражения. Вот, и если там человек выражается с помощью большого количества блестящих пайеток, стразов или облестит внутри, да, он весь такой вот сверкающий и блистающий. И в этом ничего такого нет. Нет, нет, я не говорю, что в этом ничего такого. Просто интересно, вот почему люди вот так одеваются? Вот так он самовыражается. Хорошо, давайте продолжим. Хотя времени не так много, но очень хорошая тема. Это один вариант. А второй вариант, Даша, Настя, Андрей. Человек, который так одевается, да, он пытается какие-то психологические комплексы свои реализовать. Вот такой вариант. Нет, не подходит? Мне кажется, они... Нет, нет, нет. Не отсюда, да? Я думаю, что подходит, поскольку все же у всех есть какие-то комплексы, какое-то нежелание полюбить себя или там зауважать то, что из себя представляешь. И поэтому, ну, хотя бы каблуки для девушек, да, это делает их ноги стройнее и выше. И они хотят, чтобы они были выше, чтобы их ноги были стройнее. Браво. Браво, Настя. Спасибо, что ты о ногах заговорила. Одна из любимых моих тем. Итак, друзья мои, я сейчас обращаюсь к слушателям. К сожалению, время заканчивается, его уже не так много. Я хотел бы буквально в двух словах, уважаемые дамы, услышать от вас что-нибудь в плане перспектив. Ну, может быть, даже о тенденциях, да, Даш, если это, собственно, тебе удобно сказать сейчас. Что мы будем видеть в ближайшее время на наших согражданах, прежде всего? Это вот как раз к Насте. Это к Насте больше? Да, да, да. Нет, подожди, у тебя же тоже какие-то мысли-то роятся уже в голове, ты уже что-то обдумываешь, да? Я делаю одежду для оригиналов, я делаю одежду не для всех. Я делаю одежду для людей со вкусом, для людей, ценящих красоту, рукотворность и так далее. Это не модники, это люди, понимающие, что они покупают вещь навсегда, и что она будет модной через 10-15 лет, и что ее не выбросишь уже никогда. То есть люди, которые готовы там с моей вещью жить вечно. Вот, поэтому я могу только сказать, что такую одежду я делаю и буду делать дальше. Браво, браво. Нет, это, несмотря на пафос, вот, разучало это очень, очень убедительно, я бы тебе сказал. Спасибо огромное, спасибо. Ну, а все остальные, что будут носить? Я бы тоже не хотела прямо затрагивать эту тему, потому что тема там тенденций и так далее уже. Ну, а как без них? Мы о трендах говорим. Это, если говорить прямо о трендах, написано уже во всех журналах, что это будет 70-е, что это такой хиппи-стиль. Хиппи. Ну, 70-е, 50-е, яркие цвета, те же самые юбки, которые, если этим летом все носили прессированные юбки в пол, то этим летом все будут носить короткие спереди, длинные сзади. Как со шлейфом, да. Прекрасно, я теперь хоть знаю, какие юбки будут носить. Это здорово. Ну что ж, я буду потихонечку закругляться. Во-первых, огромное спасибо моим сегодняшним гостям, очаровательным гостям. Напомню, в студии были Дарья Разумихина, модельер, и Анастасия Сартан, основательство проекта TrendsBrands.ru. Спасибо вам, милые дамы. Спасибо. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Сегодняшний разговор мне лично был очень интересен, потому что тренд в моде, тренд в том, о чем вы сегодня говорили, для меня как минимум важен. Ну и вывод, если позволите, который я вижу. Собственно, бизнес, есть бизнес, и он позволяет зарабатывать деньги. И дай бог, чтобы так и продолжалось. Спасибо всем за внимание, успехов в бизнесе. До свидания.